Дети из нуждающихся семей, находящиеся на попечении у реабилитационных центров, часто нуждаются в поддержке со стороны общества. Волонтёры активно развиваются в благотворительной деятельности, на регулярной основе устраивают праздники для таких детей. Волонтёрство – это не профессия, а хобби, что доставляет большое удовольствие, и улыбка детей является мотивацией, поделилась Камила Курбанова. Мы собрались с целью, чтобы порадовать детей с городского реабилитационного центра. Идея возникла, ну, мы не первый год уже как бы существуем, такого официального как бы у нас нет, ни названия, ничего, просто группа свободных волонтёров. И было намерение уже давно, честно сказать, порадовать детей, так как мы знаем, что чужих детей не бывает, все они наши дети. Честно сказать, видя их недовольные, счастливые лица, понимают, что всё это не зря. Также, конечно, хотим поблагодарить, очень сильно хотим поблагодарить всех тех, кто не остался в стороне, очень много людей. Выделить, конечно, кафе «Мега Хаос», так как они предоставили нам помещение, предоставили еду, и всё это сделали от себя, без смеля, чем, честно сказать, тоже очень выручили. Много есть людей, которые в основном как бы одни и те же, но есть новенькие, которые никогда не остаются в стороне на нашу просьбу, на наше объявление о том, что вот собираемся организовать мероприятие, или же даже если помимо мероприятия ещё бывает, что малоимущие семьи мы посещаем, всегда отзываются, маршалла, только благодарность большая. И пусть Аллах их, конечно, вознаградит за это в стократном размере. Конечно, с помощью Всевышнего и них у нас это всё получается. В недавно открывшемся заведении Хасавюрта «Мега Хаос» волонтёрами и добровольцами был проведён праздник для воспитанников городского реабилитационного центра для несовершеннолетних детей. Для ребят выступали аниматоры, праздник сопровождали песни, танцы и игры. Давай, грузите! Дай первых, дай первых, дай первых, дай первых, дай первых! Серьезно, дай первых, дай первых! Дай первых, дай первых, дай первых, дай первых! Основная цель подобных мероприятий – это проявить внимание каждому из воспитанников, оказать поддержку тем семьям, которые в этом нуждаются. По словам организаторов, благотворительные акции на этом не заканчиваются. в планах множество различных развлекательных программ с привлечением подопечных реабилитационных центров города.